Василий Захарович Корж родился 13 января 1899 года в деревне Хоростово в крестьянской семье. Свой первый боевой опыт он приобрел в партизанской борьбе в Западной Беларуси в отряде Кирилла Орловского. С 1931 года работал в органах НКВД БССР. Когда началась война в Испании, Василий Корж добровольно поехал туда и воевал в составе интернациональной бригады. В 1937 году за успешное выполнение боевых заданий он был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Великая Отечественная война застала Василия Коржан в Пинске, где он работал в обкоме партии. По его инициативе в первый день войны по решению Пинского обкома партии был создан один из первых партизанских отрядов под псевдонимом Комаров, куда вошли коммунисты и комсомольцы города. Из вооружения в отряде были только винтовки, 5-10 пачек патронов на человека, гранаты и пара пистолетов. Сначала отряд называли «знищальным», но уже с 28 червяня этот отряд называется «партизанским». И он начал расти, и 28 червяня, когда Заполье, это такое было имение, когда Пинска, там Галева, Заполье побраз находятся, фашистские невеличкие таки отряды с легких танков рухались злогично в сторону Пинска, в бок Пинска. Партизаны, комаровцы, молодые, еще такие невопытные, устроили засаду, и один из танков был подбит, а ты его повернули назад. Той танкист, офицер, якою взяли в полон, пачал незадовольнение выказывать, чему этот цивильный взяли в полон. Это не по правилах, это и так война не ведется. Этот бой партизан-комаровцев, в котором не потеряли ни одного бойца, считается самым первым в истории партизанского движения СССР. Всего же с июня 41 по июль 44 года партизанским соединением было разбито 65 фашистских гарнизонов, взято в плен 422 вражеских солдата, пущены под откос 468 эшелонов, взорваны тысячи паровозов, автомобилей, танков и железнодорожных рельсов. 15 августа 1944 года Василию Захаровичу Коржу присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Василий Захарович учился в Академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР. 1949 по 1953 год был заместителем министра лесного хозяйства Беларуси. В 1953 году вернулся в родные места и более 10 лет руководил колхозом «Партизанский край» у себя на родине в деревне Хоростово. На тот момент деревня была сожжена карателями, и ее надо было отстраивать заново. Умер Василий Захарович 5 мая 1967 года. Он приходил до нас часто в школу, когда я еще там училась. Он был у нас гоноровым пионером, принятый был. Я была старшиня Совета Дружины. Потом, когда она уже закончила школу, так само я честно, скажем, была знакома с Инаидой Василиевной Корж. Ну и, конечно, знакомство с Василем Захаровичем Коржом протягивалося до того часу, пока он тут жил и тут пока працевал. Потом я его сустракала в Минску. Ну и самые такие уражения застались добрые, самые такие приемные уражения. Был просто человек. Все мы знали, что он уже герой Советского Союза. Но не коли он этим не нарылся, не показывал, что он чем-то выделяется у всех. И он повез, когда и шел, и он с усими поздоровается. Его вообще, знаете, называли наш Захарович. В честь Василия Захаровича Коржа названы улицы в Минске, Пинске, Давидгородке, Лунинце, Столине. В агрогородке Хоростово, в доме, где жил герой, создан музей. Корж не захотел, чтобы весь дом ему належил. И поэтому одна частка, вот эта большая частка, это было правление Калгаса, которое уже называлось, Калгас назывался «Партизанский край». Корж тут жил. До него приехала жёнка из Минска, Катерина Спиридоновна, которая працевала, наставницей русской мовы и литературы, в нашей местной школе. Выкладала русскую мову, я уже полтораюсь, и она вела гурток, где мы там, спектакли розные. И она запрашала часто нас, гуртковцев, до себя, до мов, коли требовало подобрать костюмы, что-то там еще прорепетировать. И поэтому я даже бывала у них дома. В честь Героя Советского Союза названа и одна из улиц Солигорска. Начинается улица Коржа зданием Солигорской центральной районной больницы, которая оказывает лечебно-профилактическую помощь населению Солигорска и Солигорского района. Продолжается улица зданием центральной районной библиотеки, услугами которой пользуются порядка 34 тысяч читателей. Рядом с библиотекой расположился бюст Героя. Чуть дальше по улице Коржа на стене старого здания Беларуськалия находится и мемориальная доска в честь Героя. По праву старшего возвышается над всеми находящееся на улице Коржа административное здание Беларуськалия. 18-этажный инженерно-лабораторный корпус объединения был сдан в эксплуатацию 1 октября 1987 года. На единственном в городе высотном здании никогда не гаснут фонари. Они служат обозначением для низколетящих самолетов.